Здравствуйте, уважаемые соотечники! На прошлой неделе я вышел с информацией, что мы объявляем митинг на 25 сентября в 19 часов дня. Меня многие спрашивают, почему именно в пятницу, почему в 19 часов, почему не в субботу и не в воскресенье. Многие из вас знают, что в субботу и воскресенье наше правительство решило, что вирус очень активен. И именно в субботу и воскресенье, вы знаете, фактически существует карантин. В субботу и воскресенье не входит транспорт. Именно поэтому мы выбрали рабочий день в пятницу. В пятницу в 19 часов, именно в 19 часов, потому что в рабочий день все завершают работу в 18 часов дня. Сегодня я хочу сообщить о том, что перед самими митингами мы проводим флешмобы. Флешмобы будут начинаться с 19 сентября по 24 сентября. Но прежде чем сказать об этих наших действиях, о флешмобе, я хотел бы коротко рассказать, собственно, текущую ситуацию в нашей стране и как внешние события повлияют и влияют на то, что происходит в нашей стране. Мы сейчас с большим интересом наблюдаем, что происходит в Белоруссии. И буквально в первой неделе вы видели огромное количество людей, десятки тысяч на улицах Белоруссии. Особенно много было протестующих в Минске. И я знаю, что наше общество хочет перемен. Каждый день я разговариваю с десяткой людей. Мы организовываем различные ячейки по всей стране. Я слышу везде, что наши граждане ясно осознали, особенно в период карантина, что этот режим, он не является именно тем самым представителем народа, который работает на народ. И, собственно, все однозначно в один голос говорят, мы против этой власти, мы будем добиваться смены этого политического режима Нурсултана Назарбаева. И, видя такую решимость, мы должны для себя осознать. Что это значит? Это значит, что наш народ в любом случае добьется смены этого политического строя. Да, еще многие боятся, но немало людей, те, кто готовы действовать, объединяет вокруг себя активных людей, формирует ячейки и намеревается 25 сентября в 19 часов выйти десятками своими близкими, сторонниками, родственниками, чтобы сказать нет этому режиму. Событие в Беларуси показывает, что если народ объединится, смена режима неизбежна. Да, еще Лукашенко где-то месяц сопротивляется, скоро будет месяц, 9 августа были вы при президенте, и многие нетерпеливо говорят, когда они его в конце концов уберут с должности президента. Но вы не забывайте, что 26 лет этот режим был у власти, и вы хотите, чтобы ситуация поменялась в один день. Хотя, собственно, мы к этому сейчас будем тоже идти и в самом Казахстане. Мы смотрим на Беларусь и восторгаемся, восхищаемся этими людьми, которые показывают единство, показывают самоорганизованность, показывают бесстрашие. Мы видим это ужасное лицо режима Лукашенко, и многие из нас задают вопрос, а вообще у нас это возможно? Как многие наши граждане говорят, нет, типа мы трусы, мы будем сидеть на диване, мы диванные герои. И вот, собственно, такое неверие сил поддерживает сам режим, организовывая специально нурботов, которые сидят и говорят, нет, нет, мы не такие, мы плохие, мы не справимся. По этому поводу я много раз говорил, нет, мы такие же, как украинцы, как армяне, как грузины. Собственно, мы такие же, как и белорусы, две руки, две ноги, одна голова. Мы тоже талантливые, мы тоже любим нашу страну, и мы тоже добьемся перемен. Но в качестве примера я хотел бы сказать, что первая акция в Беларуси была, когда определенное количество людей собралось вместе, всего лишь в середине июня, менее трех месяцев назад. И менее двух месяцев назад, когда начались выборы президента, 9 августа. Итак, 15 июня в Минске, собирая подписи в поддержку тех или иных кандидатов, в Минске на улице вышло всего лишь 1600 человек. Думайте, всего лишь 1600 человек в двух миллионах в Минске. А что получилось в середине июля, через месяц? В середине июля на улице Минска вышло уже более 60 тысяч человек. А 9 августа, в день выборов президента, когда были массовые фальсификации, на улице Беларуси вышло минимум 300 тысяч человек, из которых 200 тысяч человек вышло в городе Минске, в столице. Вот, обратите внимание, 15 июня вышло всего лишь 1600 человек, в середине июля вышло 60 тысяч человек, а 9 августа уже вышло несколько сот тысяч человек. За какие-то два месяца, даже меньше. Поэтому мы понимаем, что такого успеха мы тоже можем добиться. Более того, у нас больше шансов. Дело в том, что в Казахстане существуют политические организации, демократические выборы Казахстана, которые ясно и четко формулируют цели программы нашей страны. Что мы должны делать, как мы должны развиваться, что у нас не будет президентской системы, будет парламентская республика, без должности президента, где находятся белорусы. Белорусы говорят, мы добьемся смены режима Лукашенко, объявим новые выборы и в течение полугода мы будем принимать те или иные программы от тех или иных лидеров и будем за них голосовать. Видите, они даже не знают, каким образом и куда будет развиваться страна. У нас с этим все в порядке. Есть программы политического переустройства, есть экономические программы. Притом, все это уже рассчитано. Мы знаем, как будет формироваться бюджет страны. Мы знаем, что Акимы будут избираться, судьи тоже. Что правительство будет избираться парламентом. И знаем, что мы посадим в тюрьму эту политическую верхушку во главе с Насултаном Назарбаевым, порядка 200 человек. И конфискуем их собственность, которая составляет сотни миллиардов долларов. Видите, наш путь совсем ясный, понятный, описан разными программами. И самое важное, у нас есть команда активистов, которые добиваются этой цели. У нас множество активистов по всей стране. У нас созданы ячейки. И сейчас стоит задача только нарастить их численность и сформировать огромную организованную массу протестующих и добиться смены режима. И времени у нас на это около двух месяцев, я считаю, достаточно для того, чтобы мобилизоваться, организоваться и так же, как белорусы, вывести сотни тысяч людей. Абсолютно просто, но и не говоря о том, что последние два года в Белоруссии не было ни одного митинга. Они подавлялись и режим Лукашенко, он еще более жестче, чем режим Насултана Назарбаева. Как известно, у него существовали эскадроны смерти, люди похищались, довольно значительное количество людей просто канули в неизвестное направление. И, собственно, на этих митингах то же самое произошло. Немало известных активистов было выкатено. Около пяти человек нашли убитыми. И сейчас каждый день в этом противостоянии проявляется такая гримаса преступная Лукашенко, когда десятки людей, активистов, похищаются. Но сейчас этот режим стал уже мягче, гибче. Он хотя бы просто депортирует соседние страны, а прямо не убивает. Ну, это буквально последние две недели. А до этого этот режим действовал еще более жестко. И вот представьте себе, что в этих условиях, когда Лукашенко построил такой сильный репрессивный механизм, убивал и преследовал людей, тем не менее, белорусы подняли голову. 26 лет они не могли справиться с Лукашенко. Сегодня он ноет, плачет, говорит, что он стоит на коленях. Не трогайте первого президента. Он обращается за поддержкой к Путину. Но в виде десятки и сотни тысяч людей на улицах Минска, европейское сообщество, вообще мировое цивилизованное сообщество, оказывает всемирную поддержку. И сейчас против ряда крупнейших известных белорусских чиновников подготовлены различные санкции. И мы скоро будем свидетелями, как будет блокироваться их счета, арестовываться их имущество. То есть вы видите, когда говорите, почему Запад не помогает, Запад безусловно помогает и поможет, но только тогда, когда на улицы страны выходят десятки тысяч людей. Когда машина репрессий начинает подавлять граждан, тогда западная система включается и говорит, нет, вы не должны отнимать право людей на свободу, на свободу воли извлевления, на свободу выбора. Они напоминают, что тайная страна уже подписала различные международные соглашения, которые запрещают репрессии, запрещают подавление прав и свобод человека. Собственно и Казахстан подписал множество таких соглашений и у нас тоже будут такие аргументы. И наша задача до конца ноября организовывать митинг за митингами, наращивать количество протестующих и в конце концов мирным путем, вводя на улицы десятки тысяч людей, добиться, чтобы и полиция, и вооруженные силы перешли на сторону народа, нужно фактически оставить Нурсултана Назарбаева и узкую политическую верхушку без поддержки силовых структур и таким образом добиться смены этого строя и посадить их в тюрьму. И таким образом мы придем к власти и построим действительно справедливое общество. Что мы должны для этого сделать? Мы должны сделать простые вещи. Мы должны объединиться. Нас должно стать много. Посмотрите на белорусов. Они вчера боялись. А когда они поняли, что их много, что их десятки и сотни тысяч, они прекратили бояться. И все. Сейчас ситуация изменилась. Какие бы репрессии не применял Лукашенко, уже это не изменить. Психология людей изменилась. Настроение изменилось. Они выходят на улицу тысячами. Они бастуют. Студенты протестуют. В институтах вы знаете, что старшее поколение упрекает молодежь. Говорит, где наши молодежь? Они зомби. Они ничего не хотят. То же самое было в Белоруссии. Также белорусы говорили, что у них ипотека, кредиты. Что они потеряют работу. Они боялись. Но тем не менее вышли. Почему они вышли? Почему они преодолели страх? Потому что они поняли, что их много. И вот, собственно, для этих целей мы сегодня хотим озвучить, что 19 по 24 сентября в 22.00 мы объявляем об организации флэш-моба. Цель его объединить людей. Цель показать людям, что тех самых наших граждан, которые хотят перемен, сотни и тысячи и десятки тысяч. В чем суть этого флэш-моба? Сейчас я хочу коротко его озвучить. Затем, конечно же, этому будут посвящены различные публикации, посты. Будут выходить видео, плакаты и так далее. Итак, уважаемые друзья. В 21 час 59 минут. За минуту до 22 часов. Важно, чтобы вы к этому моменту поставили будильник. И будильник на вашем телефоне зазвенел. И вы в 22 часа включаете музыку, которая, по сути, является побудительным мотивом, переменом. Призывает. Ну, например, вы можете установить известную песню Цоя. Время мы хотим перемен. Или диско-митинг. Это уже, собственно, видео и музыка, написанные нашими ребятами из Казахстана. В 21.59 часов вы ставите будильник. В 22 часа вы включаете свой фонарь. Но, конечно же, предварительно надо выключить свет в комнате. Вы, наверное, видели такого рода акции и в Украине, и в Белоруссии, и по всему миру. Когда люди включают свой смартфон, и он светит из квартиры, из окон, или выходит на балкон. В это время фактически темно по всей стране. Это вечернее время, 22 часа. И те граждане, которые хотят перемен, они говорят, я хочу перемен, я хочу смен этого политического строя. Они проявляют этот акт солидарности и тоже выходят, светят со своих балконов, из комнат. Они светят со своих смартфонов во дворах, домов. Они светят со своих смартфонов на дороге, на улицах, где угодно, где бы они ни были, они выходят со своими светящими смартфонами. И ваши друзья могут вас снять и показать, какое количество людей хотят этих перемен. Я уверен, что желающих в нашей стране много. Единственное, что еще не все осознают, что нас действительно много, и мы в состоянии добиться перемен. Поэтому мы объявляем флешмоб, я хочу перемен, мы хотим перемен. Включайте музыку, перемен, включайте другую музыку и выходите с фонарями. И мы говорим о том, что такого рода акцию можно делать везде. Если вы живете в частном доме, вы можете выйти во двор, вы можете выйти на улицу, на улицу за пределы вашего дома, выйти со светящим смартфоном. Ваши родственники или друзья могут вас снимать. Если вы не хотите, чтобы видели ваше лицо, то вы понимаете, что можно снять просто светящийся фонарь. И обязательно, конечно же, кроме песен, кроме призывов, кроме требований, вы можете сказать шалкет, масимов кет, вы можете сказать оян, казах, кутер васта. Это любые призывы, которые являются побудительным мотивом для вас, для действий, для того, чтобы вы могли сказать, я хочу перемен, я буду бороться за эти перемены. Таким образом, уважаемые друзья, мы в 22 часа с 19 сентября проводим этот флешмоб. Обязательно снимайте, показывайте, показывайте, как вас много, чтобы наша страна затем увидела. Мы, безусловно, когда вы нам пришлете все свои видео, мы склеим, сделаем видео с музыкой, мы покажем, как много тех, кто хочет перемен. Это очень важно, это очень важно понимать, что нас много. И тогда, 25 сентября в 19 часов, вы можете уверенно идти на митинг, на митинг и требовать шалкет, вы можете требовать экономический свой пакет какой-то выдвинуть, требовать списания кредитов, вы можете требовать, чтобы это правительство выплатило 100 тысяч тенге, потому что вся страна у нас пострадала от той системы карантина, которую внедрило правительство и привело, по сути, обнищание населения. Мы знаем, что это абсурдный карантин, который никто толком его не исполнял. Такой карантин, когда в субботу, воскресенье вирус почему-то не свирепствует, в субботу, воскресенье нет транспорта, мы недовольны этим карантином, мы говорим стоп карантину. Поэтому, уважаемые друзья, этот флешмоб проявит сторонников, проявит тех людей, которые хотят перемен, которые готовы действовать, которые придут на этот митинг 25 сентября в 19 часов. Еще раз, я хочу перемен с 19 по 24 сентября, флешмоб в 22.00, Алга, Казахстан.